Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 719. События дня. Иисус Новин 1.8. Да не отходит сия книга от закона, от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно за 1 декабря 2017 года. Александр Шереметьев. Сергея и Ани не приветствовали с энтузиазмом советскую власть, однако они не отказались сотрудничать с ней и подчеркнуто отказались видеть в ней власть Антихристову. Это видно хотя бы из знаменитого разговора между митрополитом Сергием Старогородским и делегацией из Петрограда, возглавляемой священномучеником Дмитрием, архиепископом Гдовским, в декабре 1927 года. Советская власть, Дмитрий говорит, в основе своя антихристианская. Возможно ли тогда православная церковь быть в союзе с антихристианской государственной властью, молиться об ее успехах и участвовать в ее радостях? Митрополит Сергий, где же вы здесь видите антихриста? Отвечает, что является общим во всех этих отношениях к советской власти. Отказ видеть ее реальную сатанинскую сущность и, следовательно, отказ раскаиваться в грехе сотрудничества с нею или, как теперь даже попытках реабилитации в политике истории, это нежелание покаяния имеет серьезные последствия. Во-первых, любое государство, далекое от осуждения советского прошлого, стремящееся оправдывать его и даже позиционирующее себя непосредственно как его преемник, должно рассматриваться как подпадающие под те же самые анапимы, что и советская власть, независимо от того, что она сама о себе думает и как себя подает, как демократию национальное или государство, или даже государство православное. В Российской Федерации та же власть и только шкуры змея поменяла и храмы работают, сами знаете как, как магазины и крестят, как и к Богу ведут, как и о других вещах. Зюганов православный и Христос у них коммунист номер один. Вот какие мысли подают. Рустам Гусейнов, Игнать Тихонович, а как побороть ненависть к окружающим меня людям. Я отвечаю, ты смертен? 2 Паралепоменон 3.6.24. Молитва монастыя царя Иудейского, когда он содержался в плену в Вавилонии. Тогда, если у тебя ненависть везде, начинай молиться. Вот так. Господи, Вседержителю, Божи отцов наших, Авраама, Исаака и Якова и семени их праведного, сотворивший небо и земли со всем благолепием их, связавший море словом повеления Твоего, заключивший бездну и запечатавший ее страшным и славным именем Твоим, которого все боятся и трепещут от лица силы Твоей, потому что никто не может устоять перед великолепием славы Твоей, и нестерпим гнев прещения Твоего нагрешника. Слава Иисусу Христу! Но безмерной неисследима милость обетования Твоего, ибо Ты, Господь, Вышний, благий, долготерпеливый и многомилостивый, выякающийся о злобах человеческих. Ты, Господи, по множеству Твоей благости обещал, обещал и покаяние, и отпущение согрешившим Тебе, и множеством щедрот Твоих определил покаяние грешникам во спасение. Итак, Ты, Господи Божий, праведных, не положил покаяние праведному Аврааму Исааку Якову, не согрешившим Тебе, но положил покаяние мне, грешнику, потому что я согрешил пачеще слапестка морского. Многочисленные беззакония мои, Господи, и многочисленные беззакония мои, я не достоин взирать и смотреть на высоту небесную, и от множества неправд моих. Я согбен многими железными узами, так что не могу поднять головы моей, и нет мне вдохновения, потому что прогневал Тебя и сделал перед Тобой злое. Не исполнил воли Твоей, не сохранил повелений Твоих, поставил мерзости и умножил соблазны, и ныне преклоняю колени сердца моего, умоляя Тебя о благости. Согрешил я, Господи, согрешил, и беззакония мои я знаю, но прошу, молясь Тебе, отпусти мне, Господи, отпусти мне, не погуби меня с беззакониями моими, и не осуди меня в преисподнюю. Ибо Ты Бог, Бог кающийся, и на мне яви всю благость Твою, спасший меня недостойного по великой милости Твоей, и буду прославлять Тебя в осенней жизни моей, потому что Тебя славят все силы небесные, Твоя слава вовеки веков. Аминь. И Сирахов 7.39 Во всех делах Твоих помни о конце Твоем, и вовек не согрешишь. Что стрела, вонзенная в бедро, то слово в сердце глупого. Расспроси друга Твоего, может быть, и не сделал он того, если сделал, то пусть вперед не делает. Расспроси друга Твоего, может быть, не говорил он того, и если сказал, то пусть не повторит того. Расспроси друга, ибо часто бывает клевета. Что-то у меня там шум такой поднимается. Кошку заперт мешает. Пуаля. Не всякому слову верь, иной погрешает словом, но не от души. И кто не погрешал языком своим. Расспроси ближнего Твое прежде, нежели грозить ему. И дай место закону Всевышнего. Всякая мудрость страх Господень, и во всякой мудрости исполнение закона. Матфея 5.44 А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих и гонящих вас. Вот он меня спрашивает, а я отвечаю. А отвечаю как? Словом Божиим. Слово Божие, оно на место поставит. Как ненавидеть кого-то врагов или кого, когда я смертный? Я вам много спасал на скайп, и мы о том молимся и молимся. Это о том, что Филарет там что-то написал. Ну, будет ли так? Или они что-то и затеяли там? Или не знает никто? Ну, многие подозревают у Андрея, говорит, Кураев. Что-то там даже опровергает, и может и правильно. Юрий Соболев. Сегодня на занятии одна душа, женщина, бросила мне упрек после одного из моих комментариев. Да что это такое? Я год не была на занятиях. Пришла теперь, и как тогда говорили о платках, и теперь вот это к тому, что говорю Игнатий Тихонович о покрытии головы на занятиях. И тому такое забавное свидетельство. Пришлось ответить, погодите, я сейчас еще и до оборот доберусь. Как раз разбирали момент Бытия, 42 глава, где согласно толкованию говорится о возрасте братьев Иосифа, где упоминаются их бороды. Спасибо вам, Игнатий Тихонович. Я очень счастлив, что Бог мне дал вас в жизни. Это Рустам как раз в жизни. Для того, чтобы учиться настоящему христианству. Дай Бог вам здоровья, сил, терпения и долгих лет жизни. Какое-то... Жалко ребят, были регулиозно талантливыми, стремились к свету, но так и не нашли Христа. Ну, о ком-то там. Да, действительно, это так. Многие-многие не могут найти Господа при жизни своей. Какая причина, Бог знает. Вчера день такой был спокойный, тишина. Вот, занимался тут, устанавливал. Вот наши ресурсы показать. Мой мир. Мой мир. Зайдешь, тут все есть. Тут легко писать письма. Легко. Вот новые, кто у меня в гостях были? Добрый плотник, Сердар. Пошел к Владимир Щеботарев. Сейчас еще посмотрю. Владимир Щеботарев какой сидит, серьезный. Наталья Евгеньевна, Николай Татар, Надежда. Вот кто вчера были. А может и не вчера. Кто его знает. Ну, это новые гости. Здесь все на глазах. Не как в одноклассниках, там в ниточку тянет. Ну, и большой, у нас очень большой форум. Форум называется «Во свете Библии». Вот он так называется. Вот так. Это что там? Это у меня спаль, я посадил, она мне мешает. Вот она там ломает. Внизу, в нижнем этаже, голубь находится. А я-то за решетку ее посадил. Ночью спать не давала. Тоже туда, это второй этаж. Но между ними разделение. А потом успокоилась и легла спать. Так. Ну, все сказать. И показать надо, сколько сегодня. То есть вчера, это за вчерашний день. Сколько было посещаемость. Мало посещаемость. 285. Вот так в среднем, около 300 крутится. И еще нельзя сделать. А еще это? Люди приходят и получают, что необходимо. Вот сходу пока говорил, и опять кто-то зашел. Сейчас посмотрю, какие комментарии давайте. Ага. А еще тут кто говорит? А это про этого. Агентарь. Игорь заходит. Не плачь, дрон же, с Богом. Мама. Теперь нас. На ней лежит. Ага. Это наши были там, на торговой выставке. И тут один человек сломал аппаратуру. Аппаратуру снимали. Вот так. Простите, кто такие вы. Вот так. Снимай. Я бы что-то разговаривала. Вот так. Снимай. Ну, Сергея не одобрили. Не надо было вовнутрь заходить. Он за прилавком был. Какой-то приезжий такой. Ну и вот один ответил, что... Прости меня, Господь, но я бы сломал этому продавану. Сломал бы этому продавану. Что-то другое. С чем закончилась история. Ну, с чем закончилась. Милиция тут. Ну, вот хулиган, ясно, бросился у него. Аппаратуру видео схватил, отломил там. Так и пришлось. Списанный лежит этот аппарат. А это мой аппарат был. Сергей просил. Ему пришлось новый покупать. Тридцать с лишним тысяч было жить. Выпустили. Ну, вот такая история. Что скажешь? Говорили, Сергей, туда не надо было заходить. Он не послушался. И вот такой ответ. Это на нашем ресурсе. Православный видеоканал. Сейчас ежедневно. Я выставляю Златоуста. Ежедневная Святая Библия. Это начитка моя, начитанная. И Архипелаг Гулаг. Ежедневно события дня четыре. А остальное, их по десять роликов выставляю. А дальше остается шесть роликов. Ну, это так вот. Посмотреть, насколько кто популярен, пользуется. Да еще тут нет. Больше всех тут 70 про кошку написано. А остальное? А, нет, больше события дня. События дня большим авторитетом пользуются. Вот так. У нас материалов очень много. Поэтому мы выставляем. Во свете Библии. Православный библейский сайт. Тут вопросы и ответы. Я сейчас отсюда вытащу. Из пачки. Государство. Сейчас 10 папка. Ну, плейлист называет его. Вопрос 2476. 11 том «Открытым оком». Это книги мне называются так. Разве такая великая держава, как Америка, не может, как и мы, защитить своих граждан от террора? Я отвечаю. Это я за кафедрой, университетей. Выходит, что не может. Так как это выгодно кому-то. Вы или совсем не считаете ничего, что такие наивные вопросы задаете мне? Это же все предсказано было Христом, размножено в проповедях и посланиях апостолами. И теперь во многих изданиях о том говорят. Лука 21.9. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде. Но не тотчас конец. Откровение 13.10. Кто идет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Матфея 12.25. Но Иисус, зная помышлений, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. И всякий город или дом, разделившийся, сам в себе не устоит». Вот я читаю. Советская Россия, номер 73. За 1 июня 2004 года. Страница 3. Волны террора зарождаются в СРУ. Газета Труд. За 18 июля 2003 года. Страница 4. Пентагон никто не таранил. Сами свои спецслужбы это и делают по заданию масонов, чтобы затравленные люди вожелали над собой единого правителя. Ее не замедлит, воссядет над ними. 2 июня 2004. Страница 2.4. «Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Стихотворение. Стихотворение. Приятно осознавать день позади. Не убыло здоровья, состояния. Собачью свору смог же осадить, не пострадать от издергов, от пьяных. Клеветников к порогу не умело, злословящих через печать в эфире. Старобрядческую ряску гнал веслом, поверхность чистоты расскорчевал пошире. Приятно оглянуться на постели, что день прожить не зря себе и ближним. Все выше поля поднимают стебли, их искры доброты безвредно лижут. Одр окружен почетным караулом еще незавершенных дел благих. После молитв благостно уснул я, увидел тех, о ком Христа молил. Соединенное в одной цепи деяния то в будущем, то в прошлом окажусь. По повелению священного писания, неисполнимо и исполнится же пусть. Мне выпали десятки эпопей, вытаскивал в суды хамьё, нахалов. С трудом из бороды вытаскивал репей, побитые валяются навалом. Приятно протянуться на кровати, препоручив себя, десницы бога. Не дует из щелей, где конопатил, от холода завесил у порога. Картина к вечеру не та, что поутру. Не зря горбатился, в очередях томился. Без головы моей, без шершавых рук. Бездомных не нашёл бы и не налил им миски. Это только за день, за один. Так как же не молиться и Егоре, что так удачно выбил клином клин. Успел помыться перед сном я после бойни. 13 декабря 2004 года. Ну вот, считаю, что на сегодня у нас хватит.